Здравствуйте, меня зовут Юлия, и сегодня я пригласила на интервью Алену. Я представлю себя, и потом я дам слово Алене, чтобы Алена представила себя, и мы перейдем к теме, теме очень важной. Я работаю стоматологом в США, имею образование в преподавании и также в естественных науках, как биология, химия. И с помощью моей профессии я работаю очень много с людьми, и поэтому особенно с детишками. И тему, которую мы сегодня будем обсуждать, она будет непосредственно касаться детей и подростков. Алена, пожалуйста, представьте себя. Спасибо большое, что вы согласились на интервью. Это будет очень важно, особенно в наше время. Меня зовут Алена Малышева, я психолог, сексолог. И сегодня мы поговорим про половое воспитание, полуролевое воспитание, сексуальное воспитание детей. У нас в последнее время называют это секс-просветом, но мне больше нравится именно половое воспитание, потому что в этой формулировке заключена, скажем, тема более обширная. То есть половое воспитание – это воспитание касательно обоих полов, мальчиков и девочек, мужчин и женщин. И, соответственно, не только какого-то технического или конкретного момента, а то, что как раз крутится вокруг в том числе. Юля, а почему вообще ты решила эту тему поднять? Расскажи, пожалуйста. Как скоматолог, я обязана раз в два года проходить адресование по абьюзу среди детей. И статистика выросла очень резко за последние 10 лет. И плюсом истории, которая уже, наверное, известна многим, но мне была неизвестна, мне рассказала моя подруга. У нее девочки почти два годика. Я задала вопрос, почему не отправляешь в садик ребенка? И она мне рассказала историю, которая в Канаде или в США проходила. Не могу точно сказать детали. Но девочка маленькая приходила в садик и говорила, что отчим тосят делиться печенькой и кушают ее печеньку. На что воспитатели объясняли, как бы это очень хорошо делиться своей печенькой. И после какого-то времени оказалось, что мама девочки называла ее вагину печенькой. И получается, был сексуальный абьюз в семье и девочке. Но из-за необризования, из-за привлечения разных таких сладких слов и не называя вещи своими именами, мы столкнулись с такой вот большой проблемой. И поэтому я считаю, что это очень важно в нашем мире, в нашем развитии начать принимать секс и называть вещи своими вещами, образовывать и относиться к этому очень спокойно, как к норме. Поэтому я передаю вам слово. Наверное, мы начнем в общем, да, как бы об этой ситуации. И я просто полагаюсь на вас как специалиста. Да, безусловно, очень такая грустная история. Но на самом деле она не единичная. Таких историй было очень много. Когда ребенок пытался поделиться, да, и в буквальном смысле пытался рассказать о том, что происходит что-то неправильное, да, но его никто не слушал, потому что он использовал те безопасные слова, которые почему-то взрослые называют гениталией, да. И несмотря на то, что мы вроде бы живем в совершенно современном обществе, в очень толерантном обществе, да, мы признаем свободу выбора, мы даем возможность вроде как людям самоображаться. И по сути секс – это часть нашей жизни, большая часть нашей жизни, да, она встроена в нашу жизнь. И этого секса много. Этого секса много по телевидению, в передачах, в мультиках, на улице, да, то есть можно увидеть разные наряды, оголенные части тела. Но люди почему-то до сих пор стесняются, да, и стыдятся говорить на эту тему. Эта тема действительно до сих пор табуирована. Несмотря на обилие информации, да, все равно очень большая часть населения остается необразованной. И испытывая вот это внутреннее ощущение, что меня не учили, да, мне как-то некомфортно с этим, родители начинают, скажем, придумывать какие-то безопасные выражения, да, морковки, печеньки, пипки, да, какие-то вот такие вещи, которые являются небезопасными для детей. И про это, наверное, тоже очень важно говорить, да. Меня всегда это удивляло, потому что, ну, мы на лице, например, на нашем, да, чтобы понять, что у нас болит, например, да, но нам нужно же идентифицировать, как бы, как это называется, как минимум, правильно? И мы же не называем губы, там, не знаю, там, персиками, да, или, там, нос картошкой. То есть нос – это нос, губы – это губы. И тогда мы можем сказать, что у меня болит нос, да, а взрослые иногда до сих пор приходят к доктору и говорят, у меня там что-то, что-то болит, да. И, естественно, обращаясь со своим ребенком, очень часто они говорят, ну, там, твой петушок или твоя морковка, там, да, ее надо помыть. Ну, то есть это очень странный, как бы, способ избежать очень важной темы, по сути, которые действительно приводят, к сожалению, к плачевным последствиям, как мы видим из этой истории, да, а эта история не единичная. И если говорить про сексуальное воспитание, и обычно первым вопросом меня все спрашивают, с чего начинать? С чего начинать вообще вот это сексуальное половое воспитание ребенка, да? И вот здесь надо очень четко понять, что начинать нужно всегда со взрослого. Начинать нужно не с ребенка, да, начинать нужно со взрослого. Потому что если взрослый испытывает стыд, испытывает смущение, не знает, как это называется, а как бы это странно ни было, как сексолог могу точно сказать, что многие женщины приходят с какими-то мифами в голове, до конца не понимая, как устроена их репродуктивная система, да, женская. Я уж молчу про то, что иногда не знают, как это называется, да, но очень большие женщины, которые даже не понимают, как они рожают и так далее. То есть что, в общем-то, ну, к сожалению, очень грустно. И это повсеместно, это не только там в России или в какой-то другой стране. Это во всем мире такое на самом деле есть. И начинать нужно действительно с родителей. И начинать нужно именно тогда, когда мама уже забеременела. Ну вот забеременела, то есть на тебе уже лежит ответственность за воспитание твоего ребенка. И уже тогда нужно подумать о том, как ты будешь про это говорить, что ты будешь про это говорить, да, как ты к этому сама относишься, к сексу, можешь ли ты, что ты вообще знаешь о сексе, что ты могла бы донести до своего ребенка, да, и какими словами ты могла бы. Как бы ты могла рассказать, как случилось между вами, между родителями, любовь, да, своему ребенку. Как бы ты могла сказать, рассказать, что предшествует этой любви и так далее. То есть когда делаете вот такой анализ, вот тут и первые звоночки возникают, да, что если ты не можешь очень простыми словами, и тебя тянет куда-то объяснить там про аистов, случайное нахождение в капусте или еще что-то, какое-то волшебство, да, то, безусловно, здесь нужно остановиться и просто пойти за этим сексуальным образованием тебе лично, да, маме или папе, и просто почитать книжки, поговорить с людьми, да, посмотреть ролики и просто понять, что это естественная часть нашей жизни, она абсолютно нормальная. Потому что секс интегрирован в нашу жизнь, в нашу повседневную жизнь, точно так же, как будет интегрирован ребенок. Их нельзя как бы разъединить, как пытаются сделать многие, да, что как только появляется ребенок, многие пытаются сделать вид, что они, многие родители пытаются сделать вид, что они не занимаются сексом, что они не, там, у них нет никаких таких отношений личных, да, они пытаются как-то быть, как это называется, бесполыми существами, да, и перестают целоваться, проявлять нежность, телесные ласки при ребенке, потому что, боже мой, тут ребенок. Но на самом деле это и создает проблемы, когда ребенок не понимает тогда, а как, ну, я есть, да, вот есть родители, а как тогда я появился, и не может с ними это обсудить, потому что им некомфортно. Вторая проблема, которая есть, помимо отсутствия просто знаний взрослых, да, это то, что они иногда ждут, что ребенок сам придет и спросит. Вот знаете, есть такое тоже, у даже очень образованных людей, есть такое понимание, что ребенок, когда заинтересуется, тогда я ему все объясню. Я очень много про это знаю, я образованный человек, интеллектуальный, да, и мне не составит труда это все объяснить. Я просто подожду, когда ребенок заинтересуется. Но дело в том, что ребенок может не заинтересоваться. По сути, многие дети самим сексом-то не интересуются, и при этом они очень наблюдательны, да. То есть, да, есть дети, которые, правда, в определенном возрасте, там, 3-4 года приходят и задают много вопросов, да, откуда, почему, зачем, а есть дети, которые не приходят. Есть дети, которые обсуждают это в садике где-то между собой, да. Опять же, потому что не создан этот контакт, не создана вот эта вот как бы возможность общаться, не создана эта возможность говорить спокойно о любых вещах, да. Да, еще и вот очень часто такое бывает есть, знаете, что я перепью, что, допустим, тема такая, это табу дома говорить о сексе, и ребенок уже пропитан этими, он понимает, что, окей, значит, если мы об этом не говорим, очень часто родители говорят, ой, это неприлично так говорить, это неприлично в этом говорить, ребенок уже знает, окей, стыд, и когда у них начинают возникать вопросы, то они уже автоматически себя закрывают, потому что это тема табу, это стыдно, и что они делают, они это обсуждают либо со сверстниками, либо ищут в интернете, а в интернете как бы такое... Да, совершенно верно, Юля. И вот это вот понимание, вот сейчас очень важную вещь скажу, да, что если родитель, вот прям буквально, там, не знаю, с годика уже, да, ребенка бьет по рукам или там говорит, там, не лазь себе в трусы, да, не трогай, не тереби, это занесешь инфекцию там, да, то у ребенка складывается ощущение, что это что-то грязное, постыдное, что туда нельзя лазить и что это как-то неправильно. И даже если такой родитель, там, лет 8 или 9 посадит ребенка и все ему объяснит, что это образец, откуда берутся, никуда у ребенка вот это ощущение, что это стыдная тема, грязная и вообще как-то табуированная, никуда она не денется, потому что он запомнит это ощущение, что туда не трогай, не лази, это как-то прям ужасно, и пронесет это через вот практически всю свою жизнь. Более того, даже взрослых людей, которые осознают, что они уже занимаются сексом, что они взрослые, что это естественный процесс, все равно возникают последствия вот этих вот детских, типа не лази и не трогай, занесешь, это прям нельзя, вот этого стыда, когда взрослый мужчина, бежит просто там после секса, мыться, смывать с себя, вот это все какое-то стыдное и так далее, такое невротическое есть состояние, когда человек не может переносить, в принципе, ощущения после секса, ему кажется он грязный, хотя это абсолютно естественный процесс. Вот это вот ощущение грязно, стыдно идет корнями как раз из детства. Поэтому давай мы с тобой расскажем последовательно, что хорошо бы делать, чего делать не стоит, и, в общем-то, я поотвечаю на все-все твои вопросы, которые у тебя будут возникать в процессе. Договорились? Да. Начать нужно с того, что объяснить очень простую вещь. Сексуальное половое воспитание – это не разговор один на всю жизнь. Из разряда «мы такие сели серьезные», да, ребенку там, не знаю, там пять лет я села, и говорю «сейчас я тебе все расскажу». Нет. Это такой естественный, последовательный процесс, потому что в разном возрасте с ребенком говорить нужно на разном языке, да, и нужно рассказывать ребенку ровно то, что он может понять. Не надо ему там, не знаю, в три-четыре года рассказывать в подробностях каких-то терминах того, что он не сможет усвоить, про половой акт, про какие-то, да, про сам процесс. Ему скорее нужно говорить об отношениях, об любви, да, о том, как ребенок появился на свет, а и конкретно его органам приучать его называть все своими именами и какие-то вот базовые вещи, которые он сможет понять. И отсюда очень часто возникает вопрос. Когда нужно начинать об этом говорить с ребенком? Начинать об этом нужно говорить с ребенком прям буквально с двух лет. Это идеальный возраст, когда нужно уже донести до ребенка самое главное правило, касающееся его безопасности. Не зря это началась с такой трагичной истории, да, насилие, абьюз такой сексуальный, да, он же не на пустом месте возник, да, он возник в семье, где первый момент у ребенка не сформированы были, да, личные границы, а второй момент все называлось очень странными названиями, да, про печеньку. Поэтому в два года первое, что мы делаем, это обучаем ребенка правилу нижнего белья или правилу трусиков, оно у нас так называется. Я думаю, что можно прям этот текст, да, загуглить и к себе где-то распечатать, чтобы вам было понятно. Я расскажу об этом вкратце, потому что это правило касается абсолютно личных границ ребенка. И звучит оно следующим образом, что все, что находится за трусиками, да, оно абсолютно личное, интимное и принадлежит только тебе, как, впрочем, и все твое тело. Абсолютно, да. Твое тело принадлежит только тебе. И в этой линии, да, трусиков, скажем, в этой области никто не имеет права трогать тебя. Ни незнакомые люди, незнакомые люди, никто, кроме тебя, это твоя личная интимная зона. И да, бывают случаи, когда нужно показать врачу ребенка, да, или когда родитель должен помыть, да, или посмотреть. И это все равно должно происходить в согласии самого ребенка. Это очень важный момент, да. Понимание, что это твое личное дело, никто не имеет туда доступа, и только исключительно согласие, ты можешь позволить это осмотреть маме там или доктору, да, в крайнем случае. Второй момент очень важный в этом правиле звучит, он не касается непосредственно интимной зоны, а касается умения говорить об этой зоне. То есть мы называем все своими именами, да, поэтому если некоторые взрослые совершенно не владеют терминологией, да, или не знают правды, таких людей, к сожалению, очень много, да, то нам не нужно рассказывать все строение, в два года ребенок это не поймет, но приучать называть все своими именами, это очень и очень важно, да, пенис, половые губы, да, или вульва, анус, да, то есть клитор, все своими именами, буквально пару названий, чтобы ребенку это было привычно, и тогда это не создает какого-то удивления, смеха или чего-то еще, когда ребенок с детства привыкает, это нос, это губки, да, то есть это анус, это отверстие, соответственно, да, мы просто это называем таким образом, как это называется в жизни, еще раз, не мароковка, да, я подчеркну, не какие-то названия, это пенис, это член, пожалуйста, выбирайте те названия, которые вам комфортны и удобны, очень часто меня также спрашивают, кто должен говорить с ребенком об этом, мама или папа, да, как-то, вот здесь вот скорее совершенно не так важно, да, но если вот есть родители, кому комфортнее об этом говорить, ну, например, да, папе говорить с сыном комфортнее, то говорить с сыном может папа, да, если маме комфортнее говорить с ребенком, может говорить мама, здесь родители могут просто договориться, да, или говорить об этом вместе, но очень важно, как я уже сказала ранее, очень четко понимать, для чего вы это делаете, И это касается безопасности, базовой безопасности самого ребёнка. Почему базовая безопасность? Потому что нарушение личных границ, насилие не происходит очень часто как-то резко или спонтанно. Очень часто, к сожалению, насилие совершается очень близкими людьми. И тогда, если этих личных границ нету или они сильно размыты, ребёнок не понимает, можно разрешить или нельзя. Это же взрослый, взрослого нужно слушаться. Второй момент, что насилие не совершается всегда как что-то такое страшное. Иногда начинаться оно может быть очень приятно. Те же самые педофилы, насильники, они не глупые люди. Они подходят к этому осознанно. Они устанавливают дружеские отношения. Они делают приятные вещи. Поглаживают. И у ребёнка вот это вот возникает ощущение, что это нормально, это же вроде взрослый, да, или нет. Поэтому очень важно установить вот эти жёсткие границы. Да, вот эти границы трусиков. Нельзя никому. Это только твоё тело. И вот эти границы, они начинаются ещё чуть раньше, Юль. Даже не сколько вот там трусиков, это очень важный момент. А ещё раньше, когда у ребёнка нужно спросить, а вообще тебя можно поцеловать или нет. Потому что вот это вот желание многих взрослых, да, схватить и просто обмуслякать, целовать ребёнка, да, проявив таким образом любовь, вот эту мимичность, это тоже своеобразное нарушение границ. Потому что каждый из нас может вспомнить из детства историю, когда какие-нибудь дальние родственники приезжали, да, и приходилось там сидеть на коленях у каких-то дедушек или целовать, или у дяди каких-нибудь, да, и целовать там, не знаю, щёчку каких-то бабушек, которых не хотелось совершенно. Это неприятное ощущение для ребёнка. Ребёнок терпел, да. Вот это и называется очень жёсткое нарушение границ. И да, это уже элемент абьюза, элемент насилия. Да. Можно я добавлю? Да, Людмила. Какое-то добавление вопросов. Мне кажется, очень важно в данное время растить ребёнка так, что у ребёнка есть своё слово. Вот как вы сказали, задавать вопрос, а можно? Тогда ребёнок будет считать тебя личностью, будет иметь личные границы. И вот когда я росла, для меня взрослый это был Бог, да, то есть, ну ты же взрослый сказал, ну ты же там воспитатель сказал, преподаватель, кто бы ты это ни был. Но в наше время уже очень важно уравновесить, что ребёнок, это личность, имеет личные границы. И это с детства должно вкладываться, что мы задаём вопросы и уважаем мнение ребёнка. Правильно? Совершенно верно, потому что это как раз касается ещё того момента, когда взрослый иногда как-то хочет переложить ответственность ребёнка, да, что вот, ну, например, если мы коснёмся там вопросов о детской мастурбации, которую просто там пресекают, да, и родители очень часто пугаются, реагируют неадекватно совершенно на этот процесс, они как бы им кажется, что это с ребёнком что-то не то. То вот здесь я хочу потихнуть, что первый момент – это естественный процесс созревания ребёнка, да, а второй момент – это ответственность родителя донести до ребёнка, потому что ребёнок может не осознавать очень многие вещи, да, он может только исследовать своё тело, но он не осознаёт, какие есть нормы и правила в обществе, да, что можно там, что нельзя. И вот здесь взрослый должен взять ответственность на себя, да, поговорить с ребёнком, донести ему и оставить вот это ощущение, что это нормально, это здорово, да, чтобы потом, опять же, этот ребёнок не вырос в каком-нибудь невротичного взрослого, который даже потрогать себя не может. Потому что если мы возьмём, например, мужчин, то они в лучшем контакте со своими гениталиями за счёт того, что они по нескольку раз в день трогают свой пенис, да, свой член, ходят в туалет, они постоянно с ним в контакте, то, например, у женщин это целая проблема. Многие женщины там не то, что себя не трогают там, даже в зеркало ни разу не смотрели, как они там выглядят. Потому что, да, как бы это такая тема табуированная, это что-то вот такое, какое-то прям местами стыдное, местами просто лучше об этом не говорить. Ну нет, не лучше, потому что это создаёт многие проблемы в том же самом сексе, да, анаргазмии, процессы, которых можно было бы избежать, скажем так, да, это я могу сказать как психолог-фоксолог. Вот, поэтому если мы говорим, вернёмся, да, к тому, с чего начинать, то вот в два года уже можно рассказать про это правило, правило трусиков, и оно на самом деле достаточно более развернутое, то есть я очень коротко про него сказала, да, что вот это то, что касается этой интимной зоны, но там есть очень важный момент, на который я тоже хочу обратить внимание, и он заключается, этот момент заключается о том, что ребёнок, ему необходимо рассказать, если он чувствует дискомфорт, любой дискомфорт связан с нарушением, да, каким-то границ, и здесь нужно проговорить не просто про это правило, а ещё и, скажем так, про тайну, про некую тайну, да, потому что нарушение границ и вот это вот насилие, оно всегда совершается ещё, там оно из двух элементов, да, что там как бы взрослый человек пытается создать какую-то связь вот эту с ребёнком, сказать, что да, давай это будет наша с тобой тайна, давай мы никому не расскажем, да, вот это только там между нами, и про это тоже очень важно проговорить ребёнку, чтобы он знал, что если он чувствует какой-то дискомфорт, то ему необходимо это рассказать, да, несмотря на то, что говорит взрослый человек, да, несмотря на тайну и всё остальное. Это что касается безопасности. Да, когда ребёнок становится чуть старше, там обычно ребёнок начинает идентифицировать свой пол где-то с трёх до пяти лет, к пяти годам он уже понимает, что есть девочки, есть мальчики, да, и понимает это на уровне, естественно, отличий, то есть он внезапно замечает, да, что вот есть мама, а есть папа, папа носит брюки, мама носит юбки и брюки, да, там есть девочки, есть мальчики, девочки, не знаю, там играют в куклы, мальчики играют в машинку, то есть ребёнок это замечает. И вот здесь наше толерантное общество иногда пытается как-то, знаете, перегнуть палку, что ли, я хочу сказать, да, что с одной стороны люди старой закалки пытаются очень четко разграничить и сказать, что мальчик не может играть куклы, да, то есть там и выдирает куклу мальчика, который пытается в нее играть. А с другой стороны современное поколение пытается совсем сильно размыть вот эти гендерные моменты, да, лишив ребенка собственной идентификации, что тоже влечет на собой, ну скажем, сложности, потому что ребенок все равно вырастает и сталкивается с реальными нашего общества, да, где есть мужчина и женщина. И когда его всю жизнь, скажем, от этого отгораживали, не давали ему возможность, да, какого-то четкого понимания, то он, ему сложно, а тогда кто я? Он тогда сталкивается с таким внутренним конфликтом, да, я тогда не понимаю вот это вот там гендерная моя принадлежность, мои там ощущения, да, кто я? Поэтому мне бы хотелось здесь как-то, знаете, такую золотую середину найти, да, и придерживаться следующего момента, объяснить, может быть, и тем, и другим, что если мальчик играет в куклу, в этом нет ничего страшного, да, если вы хотите, чтобы это был впоследствии заботливый папа, то как бы нет ничего страшного, что он отыгрывает какие-то роли с этой куклой, абсолютно точно так же, как и девочка, играющая с машинкой. Это лежит на уровне нормы, да, и там в то же время впадать в крайность, давать мальчику ходить в платьях, да, там наряжаться в платье и не проговаривать, что вот мальчики там хорошо будем носить брюки, да, что вот как твой папа, не давать ему возможность вот этих вот вариантам идентификации такого, на что опереться, это тоже плохо, потому что, да, ну, с одной стороны, это, как это, свобода, а с другой стороны, вы перекладываете ответственность на ребёнка, а ещё раз говорю, ответственность всегда лежит на взрослом, всегда, да, то есть ребёнок, он не знает, он не сформирован, он не знает норм, правил, да, то есть его половое воспитание и половое созревание происходит постепенно, и естественно, папа с мамой являются образцом, да, на который он равняется. И здесь очень важно, какой политики будут придерживаться папа и мама, ну, скажем так, да, это очень сильно скажется на его саму идентификацию и на его восприятие себя. Так вот, вот с этих трёх до пяти, когда уже дети, как правило, да, замечают, они начинают интересоваться половыми органами чуть более внимательно, да, а у меня такой, а вот у девочек не такой. Многие впадают в крайности, что, а, там, в садике показали друг другу, там, значит, свои, там, мальчик показал пенис, да, девочки. В этом тоже нет ничего страшного, посмеялись и забыли, только если взрослые не начнут делать из этого прям проблему, потому что если вот это раздувать, то у ребёнка опять возникнет ощущение, что это ненормально. Половые органы – это ненормально, это тема какая-то табу, все ругаются, все в ужасе, да, то здесь, скорее, с улыбкой нужно сказать, что да, поддержать эту саму идентификацию, сказать, что да, ты мальчик, у мальчиков это вот так устроено, да, ты девочка, у девочек это так устроено, да, и если вы не знаете, как донести это до ребёнка, то уже в этом возрасте от ров до пяти лет можно включить ролик на ютюбе, да, мультик на понятном языке для ребёнка, слава богу, таких материалов, есть грамотные материалы, да, или купить какую-нибудь книжку, вот я у ребёнка своего прям взяла, да, у меня таких новых книжек, да, давай поговорим про это, и вот буквально на очень доступном языке там открыть, да, и обсудить, что вот, смотри, как устроена гениталия, да, как это называется, что вот это происходит, да, и уже в этом возрасте уже можно рассказывать про любовь, про то, как люди встречаются, и почитать, поразглядывать эту книжку, ответить на все вопросы, которые у ребёнка возникают. В этом же этапе, на этом же этапе созревания, как раз и очень часто родители сталкиваются с этим вопросом детской мастурбации, да, который я уже затронула чуть ранее. Здесь тоже нужно понимать следующие вещи, что детская мастурбация в этом возрасте не является актом самоублотворения, как принято у взрослых, да, неким действительно, некой возможностью самоублотворения на физическом уровне. Скорее это является моментом исследования себя, пониманием, что здесь приятно, ну а тут правда приятно, это наша эрогенная зона, мы уже рождаемся с либидо, ну мы рождаемся, мы люди уже рождаемся с либидо, и рождаемся с этим встроенным удовольствием. Смысл отрицать это, да? От того, что мы будем это отрицать, мы не придём к этому удовольствию быстрее, да, и проще, наоборот, будем от него отдаляться. Поэтому действительно каждый возраст требует правильной реакции, и если вы заметили, что ваш ребёнок очень часто этим, например, увлекается, то здесь есть несколько моментов, на которые просто нужно обратить внимание, это очень важно. Первый момент, нет ли раздражающих факторов, потому что банально почему-то многие родители об этом забывают, это очень чувствительная зона, и, например, трусики с грубым швом, да, у девочек, да, или чуть-чуть, которые маломерят, могут создавать вот это вот трение, которое создаёт раздражение в этой зоне, да. Выделения, связанные, например, да, с аллергиями или ещё с чем-то, могут вызывать раздражение, когда ребёнок, да, активно на него реагирует, почему-то многие тоже об этом забывают. И только, скажем так, в последний момент это действительно та самая мастурбация, да, когда ребёнок уловил взаимосвязь, что это приятно, и использует это как снятие напряжения. И вот тогда это является тем самым элементом, который очень часто у детей проявляется. Кто-то грызёт ногти, да, прям, кто-то ковыряет в носу, кто-то жуёт прядь волос, да, и здесь мы уже можем говорить о нервном напряжении ребёнка. И тогда мы не ведём его, может быть, к неврологу, как многие родители делают, да, и там сразу за какими-то таблеточками, да, а вначале выясняем сам процесс, да, обращаем внимание, да, разговариваем с ребёнком, и только потом решаем, да, что, возможно, да, действительно к детскому психологу, психотерапевту нам нужно пойти, чтобы снять внутреннее напряжение и поискать другой способ вот этой зацикленной реакции. Опять же, ещё раз озвучу, что сначала посмотреть на все предыдущие причины, да, и ни в коем случае здесь не реагировать резко, грубо и не говорить о том, что вообще категорически нельзя. У меня была клиентка, которая говорила, что моя дочка, она трогает себя за гениталией там в садике, ну, как бы при всех. И Алёна, как правильно, ну, как правильно, вот, значит, донести до неё, да, или там. Этот вопрос из разряда того, что как донести до ребёнка, что нужно в трутиках ходить, ну, такой же. Здесь опять мы ответственность берём на себя, как взрослого, да, вспоминаем, что на другие любые темы вы спокойно можете донести до ребёнка, да, что горячее трогать нельзя руками, да, что там есть определённые нормы и правила. И здесь точно так же мы говорим, что это интимный процесс, да, который ты осуществляешь наедине с тобой. Если говорить о исследовании своего тела, о исследовании своей гениталии, да, то ты это осуществляешь наедине с собой, не в садике нигде, да, а дома, в ванной, там, где ты остаёшься наедине с собой. И точно так же, как принято ходить в трусиках, да, то есть на улицах, посмотри, никто не ходит без трусиков. И если ты хочешь ходить без трусиков, то тогда тебе нужно где-то жить в лесу, да, но если ты хочешь жить среди людей, вот в городе, да, то здесь принято так, все ходят в трусиках, всё. Ещё раз, это взрослая позиция, которая покажет ребёнку, что является нормой, правилом, да, и здесь не надо ударяться в какие-то пространные рассуждения, которые создадут у ребёнка ощущение, что взрослый сам не понимает, почему ему надо делать так или по-другому, да. Следующий этап, скажем так, полового воспитания, это где-то, когда уже ребёнок идёт в начальную школу, да, и вот на этом этапе уже можно прям подробнее рассказать ребёнку, что и как происходит между мужчиной и женщиной, потому что как раз вот на этом этапе дети начинают это обсуждать между собой, да, очень подробно, потому что они не могут это обсудить с родителями, начинают обсуждать, выискивают какие-то ролики, картинки, да, какие-то старшие братья рассказывают, ну и понятно, что могут получить какую информацию дети, да, если с ними не поговорить. Поэтому очень важно говорить спокойно, опять же, на том языке, который ребёнок понимает. Если вы достаточно спокойно об этом говорите, то, как правило, это даже не вызывает какого-то, знаете, усиленного интереса у ребёнка, потому что, ну, он это воспринимает как естественный процесс. И вот это самое лучшее, что вы можете сделать в своей жизни, да, научить ребёнку или показать ему, что это важная часть жизни, да, интегрированная в жизнь, точно так же, как сам ребёнок, естественный абсолютно. И нет смысла о ней умалчивать, да, нет смысла о ней стесняться. Она важна, да. Поэтому, как я уже говорила ранее, родителям важно показывать модель, вот эту роль для ребёнка. Потому что в этом возрасте ребёнок ещё не интересуется никакими там, скажем, непосредственно самим актом. Он скорее интересуется, откуда я появился, как я появился, а как папа ты полюбил маму, а как мама ты выбрала папу, а за какие качества ты выбрала папу, да, мама, а как ты, ну, как ты стала вот единственной и неповторимой такой, да. В этом возрасте дети, девочки очень хотят выйти замуж за папу, мальчики очень хотят жениться на маме, да, в этом возрасте складывается такое ощущение, в этом возрасте закладываются естественные такие процессы, как, они так и называются, ролевые игры, то есть мальчики там дёргают за косички девочек, да, мальчики между собой дерутся, проявляют агрессию, кто главный, кто сильнее, да, то есть вот потому что, ну, это естественно, это нормальный процесс. Нет, я, конечно, не про насилие, не про мордобой, но про то, чтобы вот отыгрывать эти детские роли, это тоже очень важно, потому что мы сейчас, знаете, тоже попадаем в такое общество, когда все абсолютно против любого контакта, да, любого какого-то выяснения там отношений, насилия, всё очень-очень так, и мы пропускаем естественный ход вещей, потому что секс, по сути, это элемент агрессии, чтобы мужчине войти в женщину, да, ему нужно ощутить твёрдость, ему нужно ощутить возбуждение на уровне физического такого, может быть, даже животного, да, и проникнуть в женщину, и для этого он должен чувствовать в себе вот эту силу, да, и для этого ему в детском возрасте нужно где-то мериться с мальчишками, кто быстрее добежит, кто дальше прыгнет, да, кто сильнее там побороть его как-то, да, это естественный процесс агрессии, то есть который нормален абсолютно, иначе мы получаем такого мужчину, который приходит в секс, ложится, и женщине надо как-то самой его поставить, удовлетворить, потому что он немножко у нас посилен, да, вот такой вот чуть-чуть, и об этом тоже важно говорить, ну, как ни странно, да, понятно, что мы в цивилизованном обществе, но это естественные природные процессы, которые должны происходить, потому что следующий процесс, да, это вот ролевые игры у нас тут начинаются, да, и вот она мне нравится, девочка, я ее дергаю за косички, да, я играю в игры, я мама, и у меня будут детки там, да, куклы, дочки-матери, вот эти вот игры, в которые многие играли в детстве, а дальше у нас начинается такой этап формирования такого, в сексологии это называется эротического либидо, можно сказать, романтического либидо, да, когда такие уже мысли о дружбе возникают, да, когда мне нужно подойти, договориться, влиться в компанию, понравиться, и это тоже очень важные элементы полового созревания для того, чтобы, да, у нас вырос из ребенка здоровый абсолютно человек с полноценной, с хорошей сексуальной функцией, и здесь тоже важно вести разговоры с ребенком, отвечать на его разговоры, потому что если вы посадите ребенка в 9, в 10 лет и начнете ему рассказывать про то, как все устроено, у меня, простите, конечно, вы уже опоздали, к 10 годам уже любой ребенок, он уже будет, он уже получит информацию из разных сторонних источников, да, какую он получит информацию, неважно, но уже, скорее всего, он будет не готов обсуждать с вами лично подробности, да, которые вы там интересовали чуть ранее, к 10, к 12 годам ребенок уже очень многое знает, в современном обществе 12-летний ребенок уже вас может научить очень много, потому что если он не получил ранее ответы на свои вопросы, то он посмотрел, да, посмотрел порно, посмотрел какую-то информацию, обсудил с друзьями колуарные, да, это где-то в классе, в группе, не знаю, где-то в сообществе, то есть он уже, он уже решил этот вопрос, поэтому как раз разговаривать нужно чуть раньше, сформировать вот эту возможность, что ребенок может прийти и рассказать, задать вопрос, потому что меня очень часто потом спрашивают про порно, да, потому что многие дети случайно там где-то в интернете видят порно, или вот этот вопрос, когда говорят, ребенок застал нас в спальне, да, и случайно увидел половой акт, тревожит многих родителей, да, здесь опять же я замечу очень маленький нюанс, ответственность у нас лежит на родителях, да, и мы не перекладываем это на ребенка, потому что что касается спальни, там нужно просто закрывать дверь, да, и все, это очень важное правило, которое нужно донести до ребенка, если это касается порно, то есть возможность устанавливать, да, детский контроль, потому что многие родители говорят, ну, ему не интересно смотреть детский YouTube, да, а он смотрит передачи на взрослый YouTube, тогда вы перекладываете ответственность на ребенка, где он случайно может увидеть все, что угодно, вот, поэтому если вы все-таки берете ответственность на себя, как на взрослого, да, то этот момент можно очень четко просто отследить, а второй момент, конечно, когда мы сталкиваемся уже с последствиями, да, нужно здесь уметь объяснить ребенку, объяснить про естественные процессы жизненные, да, про то, что в вашей семье не секс, это нормально, что это один из этапов жизни, очень важный, очень ценный, да, про порно нужно точно так же своими словами говорить, что это такой, ну, все как есть, да, что это такой мультик для взрослых, что он не совсем реалистичен, и что, как бы, нельзя увлекаться этим процессом, потому что иначе мы создаем зависимость, она уже подтверждена учеными, да, порнозависимость, вот, и, естественно, если ребенок будет увлекаться просмотром порно, то он как раз пропустит очень важный этап полового созревания, да, романтический этап, где нужно добиваться девушку, уметь наладить с ней контакт, уметь поддержать ее за руку, интересоваться искренне ее личностью, да, уметь, как это называется, ухаживать, не знаю, да, таким языком я немножко, совсем, уметь наладить контакт перед сексом, потому что иначе мы опять получаем в обществе людей, которые, насмотревшись порно, приходят на свидание, говорят, ты красивая, я красивая, чего время тянуть, да, и переходят непосредственно к контакту, а вот это наладить, вот это вот романтическое настроение, наладить, поговорить у этого человека не получается, потому что он не знает, как это, его родители об этом не говорили, и, соответственно, делали вид, что секса в семье нет, да, он с девушками не встречался, потому что он скурил порно, дома один, да, играл в компьютерные игры, и не имел этого опыта взаимодействия взаимодействия с другими девочками, он пропустил этот этап, мы получаем мужчину, который, по сути, имеет сложности в построении отношений, в том числе, не только сексуально, да, а в принципе в построении. Можно вопрос я тогда скажу, как родители, когда появляются дети, что является нормой и ненормой между мамой и папой, допустим, обниматься, целоваться, потом очень зачастую бывает в семье, когда родители подрасслабляются, если, допустим, мама или там папа может выйти в трусах, да, как это, что является нормой, и как ребёнка, воспитатель, как можно спокойно к этому относиться, и плюсом ко всему секс между мамой и папой, и вдруг, если увидел ребёнок, и как это... Ещё раз, да, вот здесь очень важно, чтобы родители понимали, что ребёнок — это не существо с планеты какой-то, знаете, и когда он появляется, они становятся такими какими-то совсем другими людьми, бесполыми, да, такими правильными родителями, а ребёнок, он естественным образом интегрируется в их жизнь, да, и вот тут важно помнить о том, что родители, помимо функции родителей, несут ещё функцию, там, партнёра, мужа-жены, любовник-любовница, да, и, например, не увлекаться такими вещами, как спать с ребёнком в одной кровати, потому что элементарно создаётся вот эта вот там дистанция определённая между... Как родители, да, они объединены, а вот как любовники, да, они разъединены, потому что и их личные границы нарушаются, да, и, соответственно, поэтому здесь очень важно вовремя, наверное, по мере взросления ребёнка, ребёнка отселяется говорить о том, что там, когда дверь закрыта в спальне, да, то родители имеют своё личное время, своё время для друг друга, для любви, для общения, для контакта, да, что это естественно и это нормально. Тогда ребёнок тоже не будет к этому относиться как к чему-то страшному и будет понимать, что у родителей есть личная жизнь и будет расти с этим пониманием, что это нормально абсолютно, да, что у родителей есть личная жизнь. Что касается поцелуев, обнимашек и всего остального, если в вашей семье есть привязанность, есть любовь, и почему не целоваться, почему не показывать ребёнку нормальные отношения? вопрос, как это, дозировки, да, вот это вот, как мы уже проговорили, что всё, что связано с ребёнком, потому что многие родители ребёнка, ты, так сказать, всего и целуют, да, вот здесь очень важно спрашивать ребёнка, тебе комфортно? Можно тебя поцеловать или нет? Тоже касается уровня раскрепощённости, потому что если папа выходит в трусах, а девочке уже лет там 14, 13-14, она испытывает дискомфорт, то как бы это ненормально, да, всё-таки родителям стоит действительно прикрываться, вот, но в то же время совершенно, да, то есть как бы жёстко всё время ходить полностью там одетыми, да, и не объяснять каких-то естественных вещей ребёнку тоже нет никакого смысла, то есть вот это правило золотой середины, да, естественно, никакой голой груди там при мальчике, то есть какие-то границы, вот эти вот границы, они должны соблюдаться, даже не сколько на уровне ты раскрепощён или нет, а сколько на уровне, чтобы не создавать психологических проблем, потому что все девиации, они возникают не на пустой почве, скажем так, да, и если мама, ей нравится ходить с обнажённой грудью по квартире, где есть мальчики, то как бы это не является нормой всё-таки, да, то есть ходите в свободное время, когда рядом нет детей, я бы так сказала, да, если вы хотите воспитать там психически здорового своего ребёнка, вот, может быть, я в этом такая достаточно категорична, и можно, наверное, послушать других специалистов, но я придерживаюсь такого мнения, и, скажем, очень многие исследования приводят к такому выводу, да, что вот эти вот нормы и правила, очень многие мои клиентки такие имеют воспоминания, когда мама, например, приводила девочку с собой в баню, и, видя кучу обнажённых женских тел, там, не очень молодых в том числе, да, девочка испытывала такое отпрощение как бы лёгкое, да, что вот это не является нормой, это нарушение личных границ, опять же, если ей дискомфортно, а мама там получает удовольствие, то мама идёт в баню, а девочка остаётся одна, да, если девочка хочет одеть в три года закрытый купальник, а мама говорит, ой, ну что тебе там закрывать, да, у тебя там сисей-то нету никаких, да, груди-то нету, но ребёнок чувствует, что ей хочется закрыть, да, то вот нужно прислушиваться к желанию ребёнка, это понимание своих границ, и нету, и, ну как бы, нельзя их размывать этот момент, потому что вторгаясь в пространство, да, ребёнка, как бы, нарушая всё время границ, вы приводите к тому, что они размывают, и тогда он не понимает, что хорошо, что плохо, и вступает в контакт, ну и разрешает это насилие, да, которое происходит в его жизни, неважно, в детстве или уже потом во взрослой жизни, когда у нас вырастает куча женщин, которые занимаются сексом с мужчиной, потому что надо потерпеть, не потому что она хочет, потому что надо долг супружески отдать, и это тоже крайне, очень, к сожалению, популярная тема, да, это как раз те самые размытые границы, и непонимание, мне окей или не окей, да, мне там, хорошо или мне нехорошо сейчас. Угу. Да. Еще одного спрошу, я знаю, что у нас уже время в подходе, вопрос я такой спрошу, допустим, едет семья отдыхать, или кто-то живет в однокомнатной квартире, мама, папа, появились детки, и едут, допустим, на отдых, определенная финансовая сумма, только взять один номер, или номер, который с одной комнатой, здесь как быть, здесь мы смотрим... Юля, здесь мы смотрим на адекватность взрослых, да, на адекватность взрослых и на их ответственность, вы же как бы взяли на себя ответственность, чтобы сделать ребенка, да, поэтому вы придумаете, как заняться любовью так, чтобы не травмировать своего ребенка, отпустить гулять, да, уложить спать самим, пойти заняться любовью в ванной, да, или, не знаю, где-нибудь еще, да, найти этот вариант, который вы использовали, не знаю, в подростковом возрасте, когда у вас не было своего жилья, там, да, и вы где-то там в машине или еще где-то занимались любовью. Мне кажется, это не проблема, если люди хотят насладиться друг другом, да, они найдут место, чтобы уединиться, при этом не делая своих детей свидетелями ваших страстей, да, это, ну, крайне... Это мой вопрос, и так бы был. Да, то, что это нужно, я как понимаю, это может создать травму, поэтому... Да, безусловно, конечно, безусловно, потому что особенно, знаете, вот раньше, вот прям, не знаю, сто лет назад, да, секс был естественным процессом, несмотря на то, что тема была табуированная, он был настолько естественным процессом, потому что, ну, все действительно жили там, крестьяне, да, там, в одной комнате, и взрослые занимались любовью, и дети слышали эти звуки, они были привыкшие к этим звукам, воспринимали их как норма, как естественные процессы знали, что взрослые занимаются этим, вырастая, тоже занимались сексом совершенно свободно и спокойно. Сейчас в чем проблема? В том, что родители начинают делать вид, что секса между ними нет, да, создают максимальную тишину, никаких звуков, никаких, чтобы не травмировать ребенка, а потом дезапно ребенок узнает, что секс, так кажется, есть, блин, да, и вот это является травмой, или он внезапно узнает, мама начинает стонать, и ребенок просто посреди ночи пугается и думает, что маме очень больно, плохо, да, что это неестественный процесс. поэтому раньше, ну, и сейчас, да, это совершенно, ну, разные, скажу, проблемы, вот, и то, что мы взяли из старинных времен, да, вот эта вот история, то, что в одной комнате раньше занимались, и никто от этого не страдал, и все было в порядке, так вот, это воспринималось очень естественно, потому что, ну, деться было некуда, никто особо не стеснялся, и это действительно встраивали в свою жизнь все поколения, все понимали, что это норма, это правильно, это часть жизни. Дети должны рождаться, да, объединяются в союз, более того, вот этот промежуток, промежуток, когда ребенок взрослел и создавал союз, если помнишь, да, то он происходил достаточно в раннем возрасте. Сейчас промежуток между созреванием половым, да, и вступлением в отношения в стабильный лимбрак, там целый прям промежуток, целый процесс, да, в котором могут происходить разные вещи, да, там, порнозависимость и увлечение, да, вариантов того, что все попробовать, поискать себя в разных ролях, попробовать разную идентичность социально, то есть все как бы сейчас является приемлемым, но опять же, вот эта вот история про половое воспитание почему-то абсолютно тапуирована, да, поэтому вот если мы устраним вот этот пробел, мы научимся говорить свободно, спокойно, называя все своими именами, рассказывая вещи, вещи, которые ребенок сможет понимать, позволяя ребенку создавать свои границы, границы своего тела, давая ему определенные правила, очень многие родители, почему-то в последний день перестали, говорят, правило, свобода должна быть, да, но ребенок, он еще не готов к этой свободе, он еще не укоренился, как бы, да, в понимании многих вещей, поэтому ему нужны правила, и он от них отталкивается, это как опора ребенка, понимание, что с ним все в порядке, да, вот, так вот этой опорой являются, безусловно, родители, с их зоной ответственности, да, я несу за тебя ответственность, я взрослый, со мной можно поговорить, с любой проблемой ты можешь прийти, если кто-то нарушает твои границы, кто-то тебя трогает, или ты испытываешь дискомфорт, ты рассказываешь мне, правило тайны там отменяется полностью, если это касается, да, особенно интимизона, да, и тогда мы создаем безопасное условие ребенку, мы налаживаем контакт, мы сами начинаем себя спокойнее чувствовать, да, наш ребенок вырастает, спокойным человеком, скажем так, в США такое есть, я прямо скажу, мы будем завершать, потому что я знаю, что время, и я знаю, что вы очень заняты, в США есть такое, что перед тем, как ребеночка выписывают, и чтобы его выписали, каждый должен пройти курс молодого родителя, это какой-то вот там часть, да, и было бы очень здорово, если бы сделали так же, как сексуальное образование, то, что такой курс для молодых родителей, и сделали это именно, что ты должен, обязан это пройти, тогда ты сможешь выписаться из больницы, и я надеюсь, то, что мы будем к этому стремиться, и поменяем систему. Было бы здорово, чтобы действительно люди более были образованы в этом вопросе, да, и могли свободнее об этом говорить, не пытаясь как-то, как сейчас это происходит, самоутвердиться, или проявиться, да, или шокировать кого-то, а это была бы такая естественная, спокойная часть нашей жизни, в которой мы могли бы получать удовольствие, да, и передавать эти знания детям дальше. Спасибо большое за интервью, Юля, было очень приятно пообщаться, я надеюсь, вам было полезно, и с удовольствием отвечу на вопросы, если такие будут, да, можно будет писать, и, наверное, мы где-нибудь там, да, придумаем, как потом, если эти вопросы будут под видео, отвечать. Я также оставлю какой-то контакт, либо ваш имейл, потому что я знаю, что люди захотят связаться, и возможно поработать, потому что специалистов такие, как Алена, я не знаю. Спасибо, Юль, большое. Да, и я думаю, что я бы с удовольствием повторила бы, может быть, на тему уже для родителей, да, немножко поговорить, говорить опять же. Да. Уже не про детей, а про взрослых. Спасибо большое за такой опыт, и хорошего дня. До свидания.